Необычная внешность встречается не только у людей. Животные тоже рождаются разными. Увы, часто эти особенности отталкивают от них потенциальных хозяев. В итоге пушистики не могут обрести родной дом, грустят в приютах или вовсе остаются на улице. Но ведь такие животные нередко самые ласковые, добрые, преданные. И они тоже заслуживают любви и заботы. К счастью, не все смотрят только на внешний вид. Франциско Франкин оказалась именно такой девушкой. Это помогло ей встретиться с кошечкой Бин и обрести настоящего друга. История необычной короткошерстной кошечки начинается в трейлер-парке в Германии. Именно там ее нашли добрые люди и принесли в приют. Бин страдала от множества заболеваний. В частности, от глазных инфекций и воспаления мочевого пузыря. Зверек бы не выжил без вмешательства ветеринаров, которые потратили много сил, спасая Бин. Кошка поселилась в приюте. Прошло несколько месяцев, но ее никто не забирал. Из-за странной мордочки никто ею даже не интересовался. А ведь ее внешний вид очень интересный и выразительный. Мордочка выглядит по-разному в зависимости от того, как смотреть. То забавная, то грустная, то угрюмая. Да, и расцветка необычная, дымчатая, серая с белым. Но посетители предпочитали более привычных собратьев Бин. Поэтому, когда в приют пришла заявка именно на эту кошечку, волонтеры сначала не поверили глазам. Подумали, что ошибка. Франциска Франкин решила обзавестись питомцем после переезда в новый дом. Девушка хотела, чтобы кто-нибудь из бездомных животных тоже обрел счастье. Она обратилась на сайт местного приюта и, когда его просматривала, как раз увидела Бин. Кошечка показалась ей очень забавной. Франциска разглядывала ее фотографии, любовалась пушистиком. Выбор был сделан сразу же. Девушка поняла, что именно эту красавицу она и заберет. На свое письмо Франкин получила удивленный ответ от работников приюта. Те уточняли, точно ли она хочет забрать именно Бин. Ведь раньше на кошку даже никто не смотрел. А оказывается, далеко не всем Бин виделась забавной и красивой. Франциска не могла сдержать слез, когда узнала о злоключениях несчастной кошки. Неудивительно, что девушка на следующий же день приехала в приют. Бин показалась ей крошечной, хотя по фотографиям выглядела довольно крупной кошкой. Но это решение Франциске не изменило. Тем более, пушистая малышка сразу подошла к гостю, стала о нее тереться мордочкой, ласкаться. Пока девушка была в приюте, Бин всюду ходила за ней. Видя такую связь, работники приюта сразу разрешили Франциске забрать кроху домой. Перед тем, как увезти Бин к себе, девушка еще должна была закончить переезд. К счастью, на это не ушло много времени, и вскоре обе снова воссоединились. Теперь уже для счастливой жизни в родном доме. Кошечка сразу стала привыкать к новому месту. Нашла себе теплое, удобное место для сна, ведь переезд всегда стресс для животных. Проснувшись, отправилась исследовать комнаты. В последующие дни Франциска только убедилась в том, что Бин сильно к ней привязалась. Питомица снова постоянно ходила рядом с хозяйкой. Да и гораздо позже от этой привычки не отказалась. Например, кошка может залезать на стол, когда хозяйка работает. Ведь любимый пушистик и времепровождение с ним гораздо важнее. Франциска никогда не сердится на Бин, ведь кошечка впервые ощутила себя по-настоящему любимой. Наоборот, девушка с удовольствием с ней общается, вводит на прогулки, дарит и сама получает любовь, которой так не хватало обеим. У Бин, кстати, обнаружилась внезапная страсть к оливкам. Стоит хозяйке достать их, пушистая любимица тут как тут. Среди других хобби кошки наблюдать за улицей из окна. Для Франциски Бин тоже стало спасением. Кошечка поддерживает хозяйку в сложные моменты. Настоящий друг. Эта история показывает, насколько важно смотреть не только на внешность. Понимать, что каждый хочет и достоин любви и заботы. Так можно обрести действительно близкого друга, который всегда согреет сердце.